С вами Наталья и канал Счастье с Натальей. Сегодня я хочу вам показать, у меня появилось новое хобби, вернее я хочу только начать заняться алмазной вышивкой. Занималась я сначала бисером, обыкновенно вышивала иконой, но стало зрение сильно падать, поэтому мне сейчас не под силу. Вышивка это техника рукоделия, в которой используются алмазные стразы. В отличие от обычной вышивки, здесь не нужны особые навыки, и с работой могут справиться любой начинающий мастер. Картина эта недорогая по нашим ценам, поэтому я сейчас начну. Если мне это понравится, увлечет меня это, я буду брать хорошие, которые мне нравятся, картины. Это более-менее. Она даже пойдет, мне кажется, я ее сейчас за вечер сделаю, за часик, за, не знаю, мне так кажется, что здесь в принципе все зависит, конечно, от светового дня, времени. От светового времени, потому что пока еще светло, а если уже свет, то, конечно, тоже зрение надо здесь, вот эти стразики вставлять. Поэтому подключайтесь, кто хочет. Я сейчас, значит, вам показываю. Начну, потом посмотрим, саму же готовую работу я вам покажу в конце, наверное, этого видео. Вот до этих пор, вот видите, все беленькое, и что желтое, или как, какой вот, такие вот, не желтые, а вот немножко, как розовые квадратики, у меня уже готовы. Ну, видно, вот видите, отличается, да, работа. Ну, конечно, это очень увлекательно. И, конечно, цель сейчас этой работы увидеть быстрее окончание, или, как сказать, не окончание, а результат самой работы. Цель вот такая вот, что побыстрее, поэтому это очень увлекательно. И я теперь технологию этой работы поняла. Конечно, эта работа намного проще, чем вышивка бисером. Бисером там, во-первых, иголка с ниткой, работа идет все время, бисер мелкий. И вот эта вышивка, это, конечно, намного ответственнее работа с бисером. Здесь работа, получается, заключается в чем? Полотно само, вот это вот, оно липкое. Вот это вот, сейчас вам покажу. Видите, вот это вот полотно, оно липкое. Для чего дается? Я сейчас, допустим, вот этот кусочек, это, оказывается, силикон. Я этой палочкой, я, допустим, вот сейчас буду делать вот этот цвет, вот, горчичный, тройка. Их переверну, чтобы они у меня наизнанке, как говорится, эти были. И втыкаю палочкой в силикон, как он получается, как клей. И теперь я вот подцепляю стразики. Они приклеиваются. Они приклеиваются. Я пленку, вот, подвигаю на количество, которое мне нужно. Вот, и теперь я стразик этот приклеиваю. Вот он, видите, подцепился у меня. Вот. И теперь вот, где тройка у меня, я приклеиваю. Вот и вся работа. Настолько просто, настолько быстро. В общем, здесь делаем дальше. Результат видно будет уже, наверное, в следующий раз. Я покажу уже окончательную. Я уже сделала ее в рамку. Заказала рамку. Правда, в багетной мастерской. Ну, потому что квадратный рамок, нет дефицит. Вот, пришлось заказывать через багетную мастерскую. Рамка обошлась в два раза дороже, чем сама картина. Ну, что поделать. Поэтому, друзья, учитесь своих детей с детства. К рукоделию для девочек. Это очень хорошо. Если сказать, еще и мальчики, может, занимаются этим. Потому что это очень хорошо развивает быстроту рук, зрение, внимание. Все это для развития. Это очень хорошо. Все. На этом мой обзор закончился. Представляю вам обзор своих картин, вышитые бисером. Картины эти были вышиты в разное время. В разное время года. Вот, они у меня остались на память. Поэтому, посмотрите. Картины все эти освещенные. Извините за качество камер. Резкости нет. Поэтому картины получились, конечно, не такие яркие, как на самом деле. Картины. Картины. Продолжение следует. Продолжение следует...